Казахстан и Турция подписали заявление о расширенном стратегическом партнерстве и соглашение о военном сотрудничестве. Бывшему главе КНБ Кариму Масимову продлили срок содержания под стражей. До референдума по изменению Конституции остается три недели. О сути предложенных властями поправок многие не знают. Здравствуйте, это Азатык. Итоги недели. Президент Казахстана Касым Жомарт Токаев на этой неделе побывал с государственным визитом в Анкаре. На переговорах с турецкой стороной обсуждалось углубление сотрудничества. Визит проходил на фоне обостряющейся геополитической ситуации на континенте из-за военного вторжения России в Украину. Турецкий лидер Реджеп Таип Эрдоган заявил, что взгляды Казахстана и Турции на урегулирование ситуации в Украине на основе уважения, суверенитета и территориальной целостности этой страны совпадают. Эрдоган отметил также, что Анкара готова внести вклад в обеспечение безопасности Казахстана. «Хочу подчеркнуть, что мы готовы сделать всё возможное для обеспечения стабильности мира, безопасности и благополучия наших братьев-казахов». Токаев, в свою очередь, подчеркнул дружественные отношения с Турцией, основанные на родственной и языковой близости. «Казахстану никогда не было никакого вреда от Турции. Мы получали только добрые отношения и поддержку. Так было раньше и так остаётся сейчас». Он назвал важным использование потенциала транскаспийского маршрута. Это коридор для перевозки грузов из Китая в Европу, в обход России. Пекин в последнее время активно развивает пути в объезд территории России, которая из-за военной агрессии против Украины оказалась под жёсткими санкциями. В ходе визита Токаева было подписано 14 соглашений, в том числе о военном сотрудничестве. Турецкая государственная аэрокосмическая компания и «Казахстан Инжиниринг» подписали соглашение о совместном производстве турецких ударных беспилотников «Анка» в Казахстане. Эксперты считают, Турция пытается усилить свои позиции в Центральной Азии и предлагает альтернативу лидерам стран этого региона, которые балансируют между такими центрами влияния, как Россия, Запад и Китай. Турция первой признала независимость Казахстана в 1991 году и первой среди иностранных государств открыла посольство в стране. Многие обратили внимание, что Токаев летал в Турцию самолётом, которым ранее пользовался Нурсултан Назарбаев. Экспрезидент и после отставки продолжал путешествовать на лайнере Airbus Prestige. У Токаева же было воздушное судно поменьше и поскромнее. Теперь, похоже, борт номер один перешёл от первого президента второму. Наблюдатели полагают, что после январских событий массовые протесты тогда обернулись кровопролитием, позиции Назарбаева ослабли, а Токаева, напротив, усилились. Несколько родственников и людей из окружения бывшего главы государства оказались под стражей. На этой неделе суд продлил срок ареста экс-председателя КНБ Карима Масимова до 6 июня. Масимов считался одним из ближайших соратников Назарбаева. В январе его сняли с должности главы спецслужбы. Предъявили обвинения в попытке переворота, государственной измене и коррупции. Дело расследуется под грифом «совершенно секретно». После январских событий, которые унесли как минимум 238 жизней, власти страны объявили о необходимости реформ. Токаев предложил изменить Конституцию. Разработано 56 поправок к 33 статьям. Пакет выносят на референдум 5 июня. В бюллетенях будет лишь один вопрос. Принимаете ли вы изменения и дополнения? Официально изменения трактуются как попытка сократить полномочия президента, усилить роль парламента, пересмотреть принцип формирования вожилиса. Однако скептики считают, что отхода от суперпрезидентской власти ждать не стоит. Ряд поправок они называют косметическими. Часть изменений – популистским шагом. Родственникам президента, например, предлагают запретить занимать должности на госслужбе и в нацкомпаниях. Из Конституции убирают упоминания о первом президенте. Многие опрошенные на улицах столицы жители признаются, что не знают сути поправок. Я не знаю, что в Конституции убирают. Вот, конституция Кыргызу нужна. Буквы, это Нур-Султаны жуах полосы. Да, хотят внеси кое-какие изменения в Конституции, но определенно не знаю, что именно. В Алматы 9 мая прошло шествие, аналогичное бессмертному полку. Несмотря на призывы организаторов не использовать георгиевские ленты, которые им воспринимаются многими как один из символов российской пропаганды, на мероприятии эти ленты были. Само шествие прошло без эксцессов. В ряде стран отказались от проведения бессмертного полка. Это произошло после того, как в России призвали выходить на акции с фотографиями погибших в Украине российских военных. Военное вторжение России в соседнюю страну продолжается. Тяжелые бои идут на востоке Украины. Казахстан официально не осудил агрессию своего союзника, но вместе с тем заявил об уважении территориальной целостности Украины и направил в эту страну гуманитарный груз. На этой неделе из Украины вернулись четверо алматинских врачей-волонтеров. Они оказывали медицинскую помощь жителям, в том числе бежавшим из зоны боев. Доктора отвезли в охваченную войной страну лекарства, купленные на деньги, которые собрали их коллеги и друзья. В паспорте мне написано, что я русский. И если уж начинать искуплять какую-то вину, то надо начинать с самого себя. Поэтому для меня было важно приехать людям и сказать, что я русский, я с Казахстана. Нам не безразлично, мы с вами. И просто помимо того, что мы давали лекарства, мы, конечно, еще и даже просто помолиться за людей, побыть рядом. Тяжело, тяжело, очень эмоционально было тяжело. Алматинские врачи пробыли в Украине несколько дней. Осмотрели сотни человек. Врачи-волонтеры говорят, что пограничники и таможенники выражали им благодарность за желание помочь украинцам. С начала войны в стране погибли тысячи мирных жителей. Миллионы вынуждены были покинуть свои дома. Такой была эта неделя глазами корреспондентов Азатыка. Еще больше интересного вы найдете на нашем сайте и страницах в социальных сетях. А это был проект Азатык. Итоги недели. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова